Ну, скажем так, заглавную функцию они связывают людей, которые могут находиться на разных континентах, они позволяют устанавливать связи с теми, с кем в обычных условиях вам бы это сделать не удалось и так далее. То есть, если вы считаете, что вам важно знать про то, вышла замуж ваша одноклассница или ваша бабушка, которая там живет где-то очень далеко, купила себе какую-то новую вещь, если вам это интересно знать, то вы добавляете этого человека в друзья. Но, как я уже сказал, социальные сети, интернет, они меняют само понятие друга. И вот этот вот доступ к интересным материалам может осуществляться в том числе и через социальные сети. Не обязательно знать человека в реальности, не обязательно, не знаю, сжать ему руку, да, для того, чтобы можно было добавить его в друзья, если этот человек делится интересными материалами. Здесь я вот внизу, да, написал про то, что это могут быть профессионалы и увлеченные люди. Обратите внимание, что я намеренно не употреблял термина, там, эксперты, блогеры, лидеры мнений и прочее-прочее, потому что зачастую это просто люди, которые, ну, работа у них такая, вот, делиться чем-то. А есть реально профессионалы своего дела, увлеченные каким-то хобби, каким-то занятием люди, и вот на них действительно стоит подписываться. То есть в западной терминологии даже отдельное слово есть нетворкинг, да, это вот построение своего, своей социальной сети, своего социального графа, вот, таким образом, чтобы потом его можно было как-то использовать. И вот это как раз те связи, которые можно и реально использовать. Регулярных собеседников здесь, в принципе, так или иначе все понятно. Это банальное удобство, да, то есть не искать каждый раз человека, которому вам нужно написать, а иметь его профиль под рукой. Отдельная история – это вот адресная книга. Это пересекается с вашими регулярными собеседниками, но в определенный момент стало понятно, что вот социальная сеть, она очень удобна именно как… прозвучит немножко грубовато, но каталог людей, да. Она предоставляет, во-первых, особенно вот в новой версии ВКонтакте, которую мы тут вскользь обсуждали в кулуарах, там есть уже в том числе и очень удобная чисто технологическая реализация вот этого функционала адресной книги, то есть там можно фильтровать по городам, именам, номерам телефонов, выводить всю информацию и так далее, но это в следующий раз мы рассмотрим. Вот. Но в целом это вот история про то, что вы там можете с этим человеком никогда не переписываться, даже в глаза его не видеть, но вы знаете, что, например, там вот эта Катя, она прекрасный мастер маникюра. Ну, условно. И когда вам понадобится какой-то экстравагантный, неординарный маникюр, вы просто знаете, что вы вот сейчас найдете эту Катю и ей напишите. И таким образом вот именно сохранение своей адресной книги – это очень удобно. Тем более, что она, по сути, доступна будет отовсюду. Общее правило можно сформулировать так, что я знаю, зачем этот человек у меня в друзьях, я могу представить ситуацию, когда я ему напишу, когда я с ним свяжусь. Вот. То есть это уже какой-никакой, но принцип вот организации своего сетевого тела. Отдельно стоит поговорить о том, кого не стоит добавлять в друзья, да, как бы вам не хотелось. И на первом месте здесь, конечно, стоят рекламные страницы и ненастоящие страницы. Рекламные страницы – это следствие логичного стремления человека совершать как можно меньше движений. Вот. И когда выяснилось, что, в общем, цифровой маркетинг, он очень эффективный, а вручную проводить все эти операции, ну, в общем-то говоря, лень, то все эти операции автоматизировали. Мой друг, один мой друг, он как раз-таки занимался разработкой вот программного обеспечения для создания этих роботов, и технология на самом деле там оказалась очень нехитрая. То есть там зайти на страницу, поставить лайк под тремя фотографиями, оставить комментарий под аватаркой какой-то красивый, какой-то классный. И это вот в больших масштабах, да, когда речь идет о десятках и даже сотнях тысяч человек. Это приносило просто феноменальный маркетинговый успех. Но я сомневаюсь, что кому-то хочется быть вот одной из этих циферок в статистике эффективности работы программы чужой. Вот. А вторая страница – это вот фейки, да, их создают с разными целями, да. Это может быть и доступ к той информации, которая у вас закрыта от посторонних людей. Это может быть вот как раз-таки это интернет-хулиганство и другие варианты. Поэтому, ну вот, определять эту сторону с сетевого взаимодействия тоже нужно. Сейчас мы об этом поговорим. Ну, здесь достаточно очевидно, да, когда вам добавляется в друзья аккаунт под названием «Печать бытовка» с телефоном в статусе, ну, то есть это вот как раз классический пример такого очень топорного интернет-маркетинга, когда, ну, даже дополнительных усилий не надо прилагать для того, чтобы этот информационный шум просто от себя отфильтровать. Но есть и хитрее вещи. Есть, например, вот такие чудесные, симпатичные девушки, ну, у меня просто пол мужской указан, да, в профиле, поэтому мне девушки такие добавляются, а вам, скорее всего, будут какие-то там качки на спортивных машинах говорить «Эй, а не хочешь ли ты электровелосипед?» Вот, то есть их тоже нужно отфильтровывать, как бы они не были похожи на человека, потому что, ну, я уже говорил, да, то есть это очень легко автоматизируемые вещи, которые, ну, клепаются реально десятками и сотнями. Их единственная задача – это вот вам что-то продать. Есть буквально несколько простых советов того, как отфильтровать ненастоящие вот такие вот аккаунты. Ну, первое ненастоящее имя – это может быть там имя литературного персонажа, случайный набор букв и так далее. То есть есть люди, которые не хотят просто личные данные в интернете светить, но, скорее всего, вы их просто лично знаете, поэтому, ну, сможете определить, что это человек. В иных случаях, ну, ненастоящее имя – это вот просто там красная тряпка о том, что этому аккаунту стоит дать отворот-поворот. Другое – это фото, которое можно найти в поисковике. Вы в прошлые разы, на одной из прошлых лекций, вы, наверное, учили, как искать по картинке, да, не только по ключевым словам, но и по картинке. Вот здесь вот. Ну, я для примера взял один из аккаунтов, который ко мне добавился. И когда я взял фотографию профиля, поискал в гугле, оказалось, что это супермодель Миранда Керр в купальнике. Я, конечно, сначала обрадовался, что ко мне добавляется супермодель, но потом, конечно, понял, что на самом деле это не так. Другая история про то, что страница зарегистрирована совсем недавно, и на ней нет никакой информации, это тоже достаточно яркий признак того, что не стоит иметь дело. Как это определить? Определить, скорее всего, можно будет вот здесь, вот не очень видно, в адресной строке после адреса vk.com там указан идентификационный номер пользователя. И у недавно зарегистрированных учетных записей он очень большой, то есть там 300 миллионов с чем-то. Это тоже, ну, как бы один из факторов того, что этот аккаунт ненастоящий. Вот. И самое интересное, это, ну, я сомневаюсь, что, я искренне надеюсь, что у вас не появится необходимости это проверять, но у роботов и вот таких вот фейков, у них очень специфически распределяются социальные их связи. Ну, давайте подумаем. То есть вот у вас есть, вы с кем-то дружите, да, у вас есть какие-то там друзья и коллеги. У этих друзей и коллег есть, в свою очередь, свои друзья и коллеги, которые, скорее всего, друг друга знают. И вы их тоже можете знать. Вот. Я для примера взял мой социальный граф, то есть вот просто список моих друзей, которые и связи между ними. Вот здесь вот где-то у меня вот это вот одноклассники мои, вот это вот, это мои однокурсники, вот этот вот отдельный кружочек, вот это большой кружочек, это мои нынешние социальные связи. И они, видите, все плотно переплетены между собой, то есть они друг друга знают, здесь все друг друга знают, здесь все друг друга знают, то есть этих связей очень много. Если вы посмотрите на связи любого ненастоящего аккаунта, то будет вот так вот примерно. Вот эта вот точка – это я, вот здесь посредине будет этот робот, и от него просто случайным образом в разные стороны будут отходить связи, которые никаким образом между собой не пересекаются. Ну, то есть просто человек рандомно, случайно взял, подобавлял всех, до кого смог дотянуться, и на этом все закончилось. Если интересно поиграться, да, будет потом на досуге вам вот так вот выглядит этот сайт, там вы просто входите через свой аккаунт ВКонтакте и можете там добавлять, приближать, отдалять, смотреть, кто кого знает, кто кого не знает. Ну, в общем, интересная штука, залипнуть можно надолго. Ну, это и реальный инструмент вот такой вот. Ну, это достаточно узкоспециализированная вещь. Кроме того, я уже вскользь обновился, да, что не стоит, в общем, добавлять людей для количества. Это, ну, это странно в 2016 году. Вот, то есть это как раз тот случай, когда вот эта вот циферка с количеством друзей ничего не скажет ни о ваших каких-то личных характеристиках, ни о вашей значимости, ни о чем, а только о том, насколько упорно вы нажимали кнопку добавлять в друзья. Поэтому, ну, не стоит этого делать, реально ничего от этого не изменится. Отдельная история, про которую я уже сказал, это люди, которые доставляют вам неприятности. Это может быть что угодно. Это может быть какой-то назойливый ухажер, это может быть коллектор, это, не, не смейтесь, реально коллекторы работают в том числе и через социальные сети, и они там тоже допускают очень неприятные вещи. Вот, поэтому таких людей не то, что не стоит добавлять, их сразу стоит блокировать. Вот, то есть соблюдайте, в общем, гигиену вот этой вашей информационной среды для того, чтобы и вам было комфортнее в ней находиться. Ну, в общем виде можно сформулировать это правило таким образом, что я не знаю, кто этот человек, не представляю ситуацию, когда я с ним свяжусь. И вот мы разобрались с первым ключевым блоком функционала социальных сетей, да, как с ним обращаться чуть более рационально. Естественно, что сразу вслед за этим идет общение. Сразу вслед за этим идет функционал, который предназначен для того, чтобы связываться с другими людьми. Про то, как делать это более эффективно, мы поговорим в следующий раз, потому что там есть свои особенности, которые могут помочь вам организовать вот этот процесс переписки гораздо более эффективно. А сегодня мы поговорим скорее о социальных аспектах вот этого соцсетевого взаимодействия. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что нужно следить за формой сообщения. Что имею в виду? Все-таки повседневное ваше взаимодействие, когда вы просто разговариваете со всеми окружающими, оно происходит как-то само собой, вы даже не задумываетесь о том, как оно происходит. Но здесь накладывается достаточно большое количество ограничений. Ну вот, например, вот такая форма общения. Вот я писал сам себе, поэтому ни себя, ни ничего с собой не сделал. Но не все такие добрые, как я. То есть вот, смотрите, пять, сколько, да? Пять сообщений, из которых ваш собеседник не узнал абсолютно ничего, но зато ему пришло пять уведомлений. Хорошо, если это уведомление просто звук. А есть такие странные люди, которым уведомления приходят в виде вибрации на руку, и после этого уже не очень хочется даже выяснять, что этот человек от вас, собственно, хотел. Другая история выглядит вот так. Это реально война и мир. Я сюда просто цитату прислал. Но бывает так, что вам приходят вот такие вот сообщения. Реально, вот если у вас возникла необходимость прислать вот такое сообщение, лучше воспользоваться почтой или вообще назначить встречу. Потому что, несмотря на все усилия разработчиков ВКонтакте, потому что, чтобы сделать интерфейс читаемым, удобным и так далее, и так далее, вот читать это просто нереально. Особенно, если у вашего собеседника немножко там подсевшее зрение, к примеру, да, это может для него превратиться вообще в кошмар. Отдельная история – это протон сообщения. В повседневной коммуникации, помимо, собственно, слов, вы используете еще множество других вещей, такие как мимика, жесты, интонация, положение вашего тела в пространстве, то есть сказанное вот так вот отличается от сказанного вот так вот, ну и так далее, и так далее. В социальных сетях все это отсекается, то есть остается голый текст. И вот буквально недавно ученые провели исследование, по-моему, даже не британские ученые, а настоящие, и выяснили, что вот эта вот точечка в конце сообщения, это воспринимается как признак агрессии или как минимум признак серьезного тона. Поэтому как бы нам не хотелось там соблюдать орфографию, пунктуацию, иногда это может нам повредить, потому что в этом смысле онлайн-коммуникация, она сильно раздвигает эти самые правила пунктуации, то есть на смену одной или трем точкам на выбор приходят две точки, восемь точек, если нужна какая-то очень многозначительная пауза и так далее. То есть вот здесь вот приходится компенсировать вот этот вот недостаток выразительных средств, традиционных для нашей речи, приходится думать, как его компенсировать. Это могут быть там те же самые смайлики, но опять же, да, все зависит от того, в какой мере вы их используете. То есть если там какие-то простыни из самых разнообразных смайлов, скорее всего это может восприниматься как там человек, который там орет, хохочет, скачет, прыгает, ну то есть это не во всех ситуациях уместно. Вот, ну достаточно очевидно. И отдельная история, это про то, что сейчас вот я смотрю материалы в публицистике и одна из самых жестоких дискуссий, посвященных онлайн-коммуникации, она как раз разворачивается вокруг того, в общем, как она, как ее организовывать. Было уже не одна и не две публикации про то, что, например, прекратите мне звонить, вы мне лучше напишите в мессенджер там, да, или напишите в социальную сеть, и я вам отвечу нормально, прекратите мне звонить. С другой стороны пишут другие, мне нужно решать оперативные вопросы, эта сволочь не отвечает, поэтому я, конечно же, буду звонить и так далее. И отдельная история, это про то, как вы отвечаете сразу же или отвечаете не сразу же, уместно ли просто прочитать сообщение и оставить это как есть, может ли это там служить достаточным индикатором того, что вы там прочитали и поняли. Ну, то есть, казалось бы, совсем очевидные вещи, ну, господи, ну, сообщение пришло, ты на него ответил, что может быть проще. А как оказалось, вот, когда это проникает во все сферы жизни, начиная от личной коммуникации, заканчивая профессиональной, да, где на кону стоят уже достаточно серьезные вещи, то здесь приходится об этом думать. Пока что самая адекватная точка зрения, которую я встречал на этот вопрос, она выражается примерно так. Коммуникация в социальных сетях, она синхронная при необходимости, то есть вы решаете какие-то вопросы и переписываетесь тогда, когда вам это нужно, и когда, в общем-то, все участники согласны решать это в реальном времени. И асинхронная по умолчанию, то есть никто вас не распнет, если вы ответите через там сутки, к примеру, или тогда, когда у вас появится подходящее время. То есть я, когда только начинал использовать вот инструментарий социальных сетей и мессенджеров для работы, мне вот было как-то неудобно. Ну, как-то человек мне написал, я ему не ответил. Потом я понял, что, ну, все-таки работает это немножко по-другому. То есть здесь не стоит себя за это укорять, но я думаю, вы этого и не делаете. Следующий аспект, который мы рассмотрим и который будет касаться, вот если прошлый, да, он касался и социальных сетей, и мессенджеров, и почт, и всего остального, хотя имел свою специфику, то вот этот аспект, он будет касаться не только социальных сетей, но, скажем, и средств массовой информации, и других источников, из которых вы потребляете информацию, потому что, ну, процесс потребления информации в социальных сетях, он, конечно, немножко отличается, но в целом имеет и достаточно много общих черт с другими источниками. Ну, вы знаете, да, что вот лента ваших новостей состоит из новостей друзей, обновлений сообществ и информации о встречах, и если вы никаких дополнительных усилий не прилагаете, то все это у вас вываливается сплошным потоком сразу на вашу голову, и перевалить это достаточно тяжело. И вопрос здесь, я сначала хотел составить какие-то рекомендации для того, ну, на что подписаться, вот что там клевенького есть, вот что бы я порекомендовал. Потом понял, что у каждого человека свои интересы, свои предпочтения, свой подход к потреблению информации, и легче оказалось формулировать, опять же, чего не стоит делать. Поэтому первый вопрос, который сразу возник, это кого стоит скрыть из ленты. Ну, то есть, если вы не знали, да, вот там крестиком мы его выпиливаем. В Фейсбуке там чуть глубже, оно в интерфейсе спрятано, но там небольшая стрелочка рядом с публикацией, можно ее скрыть. Первое, что логично, тех, чьи новости вам не интересны. Возвращаемся в начало нашей лекции, да, если этот человек не входит в перечень вот тех трех пунктов, то он даже не узнает, если его скроете, не обидится. Лучше его скрыть и уменьшить информационный шум, который на вас каждый раз воздействует. Бывают такие люди, которые каждое свое действие в реальной жизни сопровождают его комментированием в социальных сетях. Обновления прилетают вам буквально там чуть ли не каждые 15 минут. И скорее всего, как бы этот человек там не был вам дорог, и как бы вам не было интересно, рано или поздно это просто выльется в психологическую чисто раздражительность. Поэтому там, где обновлений слишком много, и вы считаете, что это неадекватно, это тоже стоит скрывать. И здесь опять же стоит быть реально беспощадным по отношению ко всем таким ребятам. Отдельная история – это про людей, которые наполняют вашу ленту мусором. Здесь вот я вообще максимально беспощаден. Хе-хей, я достиг 16-го уровня в игре «Огородник». Спасибо, чувак. Без этой информации я бы никак не выжил. Но шутки шутками, да, то есть помимо того, что эта информация может быть просто ненужной, эта информация может нести в том числе и негативные последствия для вас. Ну, возможно, вы слышали, да, вернее, вы пользовались там какими-нибудь, скажем, приложениями ВКонтакте. Кто пользовался? Ну, там какие-то игры, музыкальные плееры, еще что-то. Никто не пользовался. Ну, вот есть один человек. Но я хотел просто обратить внимание, что, скажем, любое приложение ВКонтакте, оно у вас сразу же спрашивает, что оно может делать. И оно там может в том числе оставлять публикации, иметь доступ к вашим личным данным и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь вот эту информацию стоит отфинитровать хотя бы по тем причинам, в общем, чтобы случайно не напороться на какую-то не очень приятную вещь. Другой, наверное, самый распространенный вид информационного мусора – это розыгрыши за репост. Здесь, конечно, нужно смотреть по ситуации, но там розыгрыш бутылки Кока-Колы и ваши 10 нервных клеток, которые уйдут вместе с раздражением из-за ненужной информации, то, ну, скорее всего, я выберу 10 нервных клеток, чем бутылку Кока-Колы моего друга. Такую информацию тоже стоит фильтровать, тем более, что в большинстве случаев такие розыгрыши ничем не заканчиваются. Ну, вот классическая история про то, как разыгрывали BMW M3, и розыгрыш этой BMW M3 за репосты к чертовой бабушке повесил вообще весь ВКонтакте, потому что репосты расходились с такой скоростью, что сервер не успевал их обрабатывать. А что оказалось? А оказалось, что никакого BMW M3, конечно же, не существует. Но это уже совсем другая история. Сейчас только вы узнаете о GM или нет? IGM – это уже вторая инкарнация этого конкурса. Просто у них они каким-то по карману БМВ нашли. Нет, таких историй достаточно много. Розыгрыш квартиры в новостройке, в фейсбуке и так далее. Ну, то есть просто это вот история про то, что, знаете, не стоит слушать цыган в трамвае, ну, вот как-то так. Да, так вот. Защиты бывают реальны, но там, типа, ваши шансы крайне малые. Ну, типа того. То есть они могут быть вполне адекватными просто. То есть не можем быть квартирой M3 и все остальное, а там, допустим, смартфон – это вот максимум, что, ну, можете получить это, если вам очень повезет. Ну, надо смотреть по ситуации. Тут, как бы, я же говорю, что любая вещь, из которых я вот сейчас говорю, это не есть там какой-то универсальный рецепт. То есть вы в любом случае там послушали, а Васька слушает, доест и адаптировали под себя. Ключевой вообще функционал, который, ну, очень поможет вам оптимизировать ваше потребление информации – это вот сортировка новостей. В ВКонтакте и в Фейсбуке можно настроить отдельные списки. И вот здесь вот в вашей ленте, да, вот можно настроить несколько списков, они будут вот здесь сверху отображаться. Я, к примеру, разбил все свои новости на обновления друзей, то есть те, кто… те новости, которые публикуют реальные люди, которых я знаю. И дальше там музыка, новости, новости студенческого сообщества и просто инфотрэш. Вот. И я бы вам, если вы до сих пор этого не сделали, я бы очень рекомендовал это сделать. Вот здесь вот рядом с кнопкой «Лента» есть небольшой такой плюсик, и там можно настроить вот все-все-все вот эти вот вкладочки, которые будут здесь отображаться. Например, как минимум можно разделить отдельно новости друзей и сообществ. То есть одно дело – это там полистать, узнать, что у ваших друзей нового, и совсем другое – это там читать какие-нибудь новости или публикации, или там смотреть картиночки. Ну, это зависит от того, что вам больше нравится. Либо можно вообще разбивать по тематике. Вот здесь вот есть кнопка «Добавить вкладку». И вы можете создать абсолютно отдельный поток новостей. То есть, к примеру, сейчас я хочу почитать новости. Ну, что происходит там в Украине и мире. Вы заходите, вот у меня отдельно создана вкладка с новостными агентствами, я на нее захожу и читаю новости. Я хочу послушать музыку. У меня есть отдельная вкладка с музыкальными сообществами, и я слежу за музыкальными новинками. Такая каталогизация, она очень помогает. Настраивать источники вот можно рядом с названием списка, там такие шестеренки. Можно просто добавлять, удалять источники, и это очень сильно вам поможет. Просто организовать вот это ваше соцсетевое взаимодействие. В Фейсбуке, если кого ВКонтакте нет, происходит это вот так. Вот там слева, в левом меню есть подраздел «Друзья». А рядом с этим подразделом «Друзья», вот на этом месте, там есть кнопочка «Еще». И когда вы ее нажимаете, то там можно создать список, как-нибудь его назвать и добавить источники в него. И по сути произойдет то же самое. В Фейсбуке это вообще может быть очень полезно, именно потому что там же новости выводятся не хронологически, а по особому алгоритму. Если вы хотите чуть более сознательно потреблять информацию, то списки – это вот реально ваш выход. Отдельный вопрос состоит в том, как читать эту самую ленту, которую вы себе создали. Те советы, которые я сейчас дам, это, ну, они касаются не только соцсетей, они касаются там и новостей в СМИ, и каких-то материалов, и так далее, и так далее. И здесь я могу сказать, что вот информационная гигиена, она реально прежде всего. То есть мы там не можем себе позволить съесть с пола пирожок, но при этом мы не особо-то задумываемся о том, какую информацию мы потребляем зачастую. Питаться стоит сбалансировано. Что я имею в виду? Мы все понимаем, да, продолжая аналогию с гигиеной и питанием, мы все понимаем, что нужно там кашки кушать, фрукты, там молоко пить, не есть после шести и так далее. Но при этом, ну кто же устоит перед каким-нибудь там жирным, белковым, сладким эклером или там огромной шоколадкой вот прямо сейчас, проводя аналогию, все вот эти вот там в огромном количестве развлекательные порталы, какие-то подборки и так далее, и так далее, это вот как раз вот это вот жирное, жареное и острое. И аналогия здесь в том числе и чисто физиологическая. То есть вот вы встретили какой-то смешной пост у себя в ленте, у вас в голове, ну условно в голове, да, выделился там окситоцин, допамин и прочие гормоны, которые вам принесли удовольствие. Что вам? Вам хочется еще. И так проходят часы, за часами проходят дни, за днями проходят недели, и в определенный момент нужно просто остановиться. То есть, опять же, нужно подходить к этому делу сознательно. Отдельная история называется пузырь фильтров. Это прямое заимствование, опять же, из англоязычной терминологии. История эта состоит вот в чем. В фейсбуке это вообще очень ярко выражено, да, за счет того, что там новости вам поставляются алгоритмом, в зависимости от того, чего вы там лайкаете или скрываете из ленты. В контакте вы сами себя загоняете вот в этот самый пузырь фильтров. Что это такое? Пузырь фильтров это, ну, скажем так, ограничение, которое вы сами себе устанавливаете. Так получается психологически, что человеку приятнее читать то, что подтверждает его точку зрения. Человеку приятнее читать других людей, которые разговаривают с ним на одном языке или разделяют его точки зрения. Человеку приятнее читать то, что ему нравится, чем то, что ему не нравится, да, как бы капитанство. Но в определенный момент оказывается так, что вот этот вот уютный кокон, который вы себе свили из людей, которые разделяют вашу точку зрения, СМИ, которые разговаривают на вашем языке и разделяют ваши интересы, он замыкается, и чем дальше, тем сложнее получается выходить за его пределы. Поэтому, ну, а в Фейсбуке там вообще, да, то есть вы пролайкали определенное количество постов, там был эксперимент, человек лайкал все, что прилетало ему в ленту. Вот просто каждый пост, который ему прилетает в ленту, он лайкает. Через буквально три дня он сказал, все, я больше не могу, это невыносимо, я не могу это читать. Это отвратительно. Вот такой вот странный парадокс. Но здесь, как видите, Фейсбук просто еще и дополнительно алгоритмами огораживает вас от того, что может вам не понравиться. Ну, ему это нужно для того, чтобы рекламные бюджеты не падали, а вам это может нанести некий психологический вред. Поэтому здесь, конечно, нужно вот всегда держать это в уме и стараться не замыкаться в этом пузыре фильтров, да, постараться как-то расширять свой кругозор. Отдельная история, характерная скорее для ВКонтакте и в меньшей степени для других социальных сетей. Это, ну, мыслить критически вообще нужно всегда по жизни. Но конкретно здесь я привел вот несколько примеров того, что вот в определенный момент ВКонтакте или там социальные сети, они выглядели как СМИ, они выполняли функции СМИ, и все почему-то стали воспринимать их реально как СМИ. Но стоит всегда помнить, что у СМИ, как бы они ни лажали, у них есть там главный редактор, выпускающий редактор, журналисты у них там проводят факт-чекинг, ну, в нормальном СМИ. Вот. И информация, которая к вам попадает, она хотя бы минимально отфильтровывается. Здесь я привел вот несколько примеров того, что не стоит воспринимать информацию из соцсетей как достоверную. Вот здесь, например, несчастный Есенин перевернулся к гробу, когда им подписали стих, по-моему, такая-то восьмиклассница из Петербурга, которая разместила свой стишок ВКонтакте, но теперь ее цитируют и говорят, что это Есенин. К примеру, вот этот вот пост, ну, я просто взял первый попавшийся, он там набрал уже что-то под 15 тысяч лайков и черт знает сколько репостов про сверхредкого бенгальского, сурийского или там еще какого-то тигра, который на самом деле это просто слегка перефотошопленная фотка самого обыкновенного тигра, но прикольно, да. Отдельная история, это, конечно, аудиозаписи, если вы вобьете туда Бетховен или Моцарт, вы услышите кого угодно, там, Диму Маликова, южнокорейских пианистов, кого угодно, кроме Бетховена, да. То есть вот здесь вот из вот этих пяти аудиозаписей, которые вывалились мне первыми по запросу Бетховен, Бетховена нет нигде. Буквально вчера мне понравилось, что вальс композитора Сверидова, вдумайтесь, его назвали «Чайковский вальс из кинофильма «Война и мир». Я вот вообще не понял, как Чайковский мог написать вальс к кинофильму «Война и мир», но тем не менее. То есть вот каждый раз стоит помнить, что в социальные сети, черт возьми, публиковать может вообще кто угодно и что угодно. То есть вот эту грань между СМИ и социальной сетью обязательно стоит проводить. То есть я тут даже не стал вспоминать все эти истории с всякими утками-прибаутками, которые потом из социальных сетей переходили в взрослые СМИ и потом тиражировались. Единственный способ, которым можно с этим бороться, это реально каждый раз сохранять критическое мышление. Ну и последнее, что мы сегодня рассмотрим, это то, каким образом мы этот самый контент, это самое содержимое производим и доносим до окружающих. И здесь на самом деле возникает проблема, которая касается не только социальных сетей. Она касается, во-первых, в более широком смысле, она касается интернета, вот. А по факту она в интернете просто обостряется. Это проблема личного и публичного пространства, деление свой-чужой. И обострение вот это вот конкретно на пятачке социальных сетей состоит в том, что, с одной стороны, это пространство личное. Вы туда выкладываете свои личные фотографии, там есть ваше имя и фамилия, да, если вы их не скрываете. Все ваши комментарии, они сопровождаются вашей фотографией и именем, и так далее, и так далее. То есть это личное пространство ваше. Тем более, если вы его под себя достаточно сильно персонализируете, да, то есть вы там выкладываете фотографии свои, вы излагаете какие-то мысли. То есть это личное пространство, с одной стороны. С другой стороны, в социальных сетях это прочитать может кто угодно. И то, что однажды туда попадет, оттуда уже больше никогда не исчезнет. Это иллюзия того, что, а, да ради бога, там, кто его увидит. Нет, однажды туда попав, оно там останется навсегда. И все вот эти вот истории про, там, скандалы с увольнением медсестры, которая сфоткалась с больным в коме, или там стюардессы, которая тыкнула неприличный жест пассажирам, это кажется, ну, чем-то далеким и, ну, чем-то нас не касающимся. Но на самом деле вот из того опыта, который у меня есть, из общения, ну, то есть я заканчивал административный менеджмент, и многие мои друзья сейчас работают HR-ами в компаниях. И я вам могу сказать, что вот ваш профиль в социальных сетях, если не первое, ну, то точно второе после резюме, что у вас посмотрят и на что обратят внимание, на основании чего будут принимать решения. Поэтому, когда вы что-либо хотите опубликовать, задумайтесь. Вот представьте себя перед аудиторией полной людей. Это может быть аудитория в 100 человек, да, а это может быть огромный стадион, на котором сидят 30-40 тысяч человек, и все, и все внимание приковано только к вашей персоне. Что бы вы им рассказали? А о чем бы вы умолчали? Другая история про то, что вот вы собрались с друзьями и знакомыми, решили рассказать друг другу какие-то истории, они вам какие-то истории рассказывают, вы им. Вот что бы им было интересно от вас услышать? Вот как сделать так, чтобы вот вы не превратились вот в тех персонажей, про которых мы вспоминали буквально один смысловой блок назад. И здесь, скорее всего, и в случае с онлайн-коммуникацией, когда мы пишем другим людям, и в случае с тем, когда мы публикуем какие-то фотографии или тексты, и в случае с тем даже, как мы потребляем информацию, здесь нам приходится вот в этих вот условиях, казалось бы, самоочевидной связи с другими людьми, нам приходится раз за разом ставить себя на место окружающих, да, и каждый раз заботиться о том, чтобы нас поняли именно так, как мы того хотим, и чтобы реальные последствия наших, казалось бы, условно-виртуальных действий, они не оказались чересчур реальными. Вот. На этом, пожалуй, все. В следующий раз мы поговорим о том, как вот эти самые принципы онлайн-взаимодействия, как их уже перевести на язык конкретных действий, на то, как его оптимизировать с помощью возможностей, которые нам дают социальные сети и так далее, и так далее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, может быть, какие-то возникли? Пожелания. Пожелания. А вы говорите, информация, которая попадает в интернет, например, соцсет, там, не знаю, не в Google, не вак, фотография, там, какую-то информацию там о себе укладываешь. И то есть даже после того, как ты ее удаляешь, она все равно там каким-то образом остается? Да, смотрите, если мы говорим про поисковые системы, да, то есть про информацию, которая в целом попадает в интернет, сейчас в ряде стран европейских, ну, почему-то шумит, как обычно, больше всего по поводу России, даже ввели отдельный закон в действие, закон называется «Закон о праве на забвение», когда ты можешь из интернета удалить любую информацию, касающуюся тебя, неважно, компрометирующую, некомпрометирующую, но это обязывает поисковые системы изымать информацию. Но эффективность таких действий, она достаточно сомнительна. То есть даже если страница, скажем, сайта, да, которую вы разместили, она удалена, то она сохраняется как минимум на сервере Google, да, ее можно посмотреть по состоянию на ту или иную дату. Есть такой веб-сайт, называется web.archive, ну, в смысле archive.org, там тоже сохраняются все страницы, которые когда-либо существовали в интернете. Если говорить конкретно про социальные сети, да, вот про ВКонтакте, то, ну, картинки можно вставить вот непосредственно через ВКшный интерфейс, да, то есть вот как они открываются, а можно сохранить просто полный адрес картинки, и она там будет доступна, даже если вы ее из всех альбомов поудаляли, поскрывали и так далее. Ну, то есть для этого есть там свои технологические основания, их тяжело сейчас объяснить вот там совсем на пальцах. То есть ВКонтакте легче хранить все фотки, которые когда-либо были загружены, чем думать, как перераспределять вот то свободное пространство, которое появляется при удалении фотографий. Поэтому по ссылке фотографии все равно будут доступны. Отдельная история вот буквально недавно была очень нашумевшая. Российский программист с помощью алгоритмов нейросети, про это вам, наверное, еще дальше будут рассказывать, ну, не суть. Обучающийся алгоритм, который научился искать по фотографии случайно, ну, например, вашего попутчика в метро или человека, который вы встретили на улице. Он научился искать страницы ВКонтакте. И там достоверность, конечно, не особо высокая. Ну, то есть там процентов 60, скажем, 70, хотя с какой стороны посмотреть, высокая или нет. И все сначала поигрались, поигрались. Ну, прикольно находит действительно моих попутчиков из метро, их страницы ВКонтакте. Но оказалось делом времени, чтобы люди не совсем адекватно использовали это для того, чтобы, скажем, найти профили ВКонтакте порноактрис. И все это для этих девушек закончилось не очень хорошо. То есть вот понимаете, вот эта глобальная цифровая деревня, где вся информация доступна в той или иной форме, она налагает в том числе и определенную ответственность на то, каким образом мы организуем свое онлайн-взаимодействие. На самом деле способов тысяча. То есть есть отдельные приложения для адресных книг. Адресные книги можно делать на основании сервисов Gmail, типа привязки к почте. Их можно делать любыми другими способами. Это просто как один из вариантов. Ну, то есть, например, ВКонтакте лайки можно ставить для того, чтобы потешить чувство собственного величия того, кто этот пост написал. А некоторые используют лайки как закладки, потому что можно посмотреть по категориям. Там все фотографии, которые вы лайкали, все видеозаписи, которые вы лайкали. Просто таким образом составлять каталог. То есть здесь в любом случае есть вот какой-то степень гибкости, которая будет зависеть от вас. Может, есть какие-то у вас пожелания, чтобы вы хотели узнать на следующей лекции? Может, мы что-то не учли? Посадка.